Юсуповский дворец на Мойке – это триумф эклектики. Здесь сочетаются французская утонченность и восточное многоцветие, итальянская классика и английский прогрессизм. Туристы сюда попадают в Юсуповский дворец со стороны улицы Декабристов. В былые времена здесь цвели гортензии и розы. На парадной лестнице мы задержались дольше всего, потому что она по своему концептуальному содержанию равна отдельному музею и, возможно, отдельному рассказу. Основатель города Петт Первый подарил эту территорию своей племяннице – царевне Просковье Ивановне. Расчет был прост. Участки, которые должны были стать эстетически определяющими, в архитектурном облике города давались ближнему кругу, людям знатным и состоятельным, чтобы они своими силами, средствами и вкусом облагородили пространство. Часть истории этого дворца мы пропустим. В 1830 году дворец купил князь Борис Николаевич Усупов, сын крупнейшего государственного деятеля, дипломата, директора императорских театров и эрмитажа князя Николая Борисовича Усупова. Он был страстным любителем искусства, коллекционером и меценатом. Ему принадлежали подмосковные усадьбы, Васильевская, Архангельская, и он водил знакомства с Дидро, Вольтером и Маршем. Был знаком с ведущими художниками, скульпторами и архитекторами своего времени, покупал предметы искусства для императрицы, собирал коллекцию для эрмитажа. Разумеется, не забывал про себя. Многое, что украсило позже дворец Усуповых на Мойке, было приобретено им. Частичную историю фамилии я рассказывала в предыдущих моих видео про Юсуповские дворцы. История собирания земель Юсуповыми отличала одна особенность. Они всегда наследовались одним представителем рода, что, конечно, со временем увеличило богатство фамилии. Почему так получалось? Дело в том, что из многочисленных детей каждого продолжителя династии наследником оставался только один. Многие сыновья рода не доживали до зрелого возраста или оставались без потомства. Мистически настроенные толкователи объясняли такой поворот судьбы проклятием. Дескать, так род был наказан за переход в православие. Но все же про династию. Она обрела свои богатства и славу благодаря тому, что с самого начала, в основании фамилии, ее представители верой и правдой служили правительству России и не дробили наследство между своими детьми. К началу XIX века князья Юсупова входили в число самых богатых фамилий России. Эту усадьбу в 1830 году купил сын Юсупова Борис за баснословные деньги, 250 тысяч рублей, ассигнациями. И в нем прожили последние пять поколений пруда Юсуповых. Дворец вновь масштабно перестраивается. Вырастают третьи этажи, появляются новые корпуса, соединяются флигели, разбивается сад, устраиваются оранжереи. В новую петербургскую усадьбу перевозятся картины, скульптуры, собранные старшими Юсуповыми. Для интерьеров дворца также заказываются новые украшения, мебель, текстиль. До революции в Красной гостиной всегда висел портрет действующей императрицы. Теперь на посетителей пристально смотрит Зинаида Ивановна Юсупова. Конечно, хочется рассказать про каждую комнату, про каждую картину, про каждую скульптуру, находящуюся в этом зале, в этом дворце. Но это практически нереально. Так что я вам предлагаю, обязательно приедьте, посмотрите, возьмите экскурсию. Лучше, чем экскурсовод местный. Никто вам не расскажет. Их рассказы, да и они сами уже, мне кажется, пропитаны атмосферой этого дворца. А меня, как и других экскурсантов, немножко удивила такая вещь. Нам предложили послушать акапельный концерт, состоящий всего из одной песни. Сначала мне это не понравилось, но опять продвигает, опять коммерция. А потом вспомнила, ведь Юсупы всегда помогали молодым талантам в выход в свет. Может быть, это продолжение традиции? Обязательно послушайте. По окончанию этой песни вы окажетесь в домашнем Юсуповском театре. Камерный зал уникален тем, что сохранился практически неизменным до наших дней. Даже мебель здесь подлинная. Помещение состоит из портера, двух ярусов и княжеской ложи. Зрительный зал Юсуповского театра поражает своей роскошью. Известно, что домашние театры Юсуповского дворца посещали не только члены семьи и друзья хозяев, но и представители императорской фамилии. На его сцене выступали знаменитые артисты, композиторы Александр Доргомышский, Фёдор Шаляпин, Фернц Лист, Михаил Глинка, Берлиоз, Полина Виардо и многие другие. Сегодня Юсуповский театр считается действующей площадкой Санкт-Петербурга. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вау! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Для вас звучит старинная русская народная песня «Папа истичь, любая» Папа истичь, любая. Папа истичь, любая, Александра. Слежь, любая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня Юсуповский театр считается действующей площадкой Санкт-Петербурга Посетить его можно в качестве зрителя и в составе экскурсии по Юсуповскому дворцу Юсуповский зал вмещает в себя 180 человек Мероприятие организуется нечасто, всего пару раз в месяц Поэтому билеты лучше приобретать заранее А цена билета начинается от 1000 до 8000 рублей Сейчас я говорю про концерты и спектакль, не про экскурсии Вот от такого эстетического восприятия этого дворца Нас постепенно переводят к главной легенде этого дворца Георгию Распутину Но это в другом видео, я не хочу смешивать Казалось бы, несовместимое Это помещение нижнего этажа в дамскую и мужскую комнату Ну, тоже очень оригинально Я бы сказала так, и имеет свою ценность Чтобы не пропустить дальнейший рассказ, не забудьте подписаться А для того, чтобы было легче попасть в Юсуповский дворец И устроить себе хорошую экскурсию Зайдите в описании Там вам Татьяна Шереметьева, турагент А может организовать вам прекрасную поездку в Санкт-Петербург Санкт-Петербург